Как и где будет создан мемориал мирным гражданам погибшим в ходе Великой Отечественной? В какие сроки возведут памятный комплекс и на какие средства? Все эти вопросы собравшиеся обсудили в ходе рабочего совещания в администрации президента на Старой площади. Самое главное, чтобы проект мемориала соответствовал масштабу и глубине, пережитой нашим народом трагедии. Поэтому нам необходимо заранее объявить открытый творческий конкурс на лучшее архитектурно-художественное решение. Участникам предстоит продумать не только визуальный образ будущего комплекса, но и его планировочную концепцию, включая подходы к благоустройству прилегающей территории и оформление павильонов для проведения выставок и публичных мероприятий. В декабре 2020 в год 75-й годовщины Победы российское историческое и российское военно-историческое общество выступили с совместной инициативой о создании мемориального комплекса, посвященного памяти граждан Советского Союза, ставших жертвами геноцида немецко-фашистских захватчиков. Проект о создании мемориала получил поддержку президента Владимира Путина. Комплекс будет возведен в Ленинградской области. На Нюрнбергском процессе и последующих, вслед за ним, малых процессах, так называемых малых Нюрнбергах, были задокументированы и представлены тысячи, тысячи и тысячи фактов намеренного истребления жителей Советского Союза, детей, женщин, стариков. Масштабы этого истребления имели беспрецедентный в мировой истории характер. По сути, уничтожению и выселению на непригодные земли подлежало практически все население Советского Союза, без относительно этнической или религиозной принадлежности. Трагедия оккупации затронула около 80 миллионов мирных граждан Советского Союза. И около 13,5 миллионов оказались жертвами геноцида. В Ленинградской области война и оккупация продолжались долгие три года, вплоть до августа 1944-го. За это время регион потерял около 70% своего населения. Только в Красногвардейском, ныне Гатчинском районе, было уничтожено более 80 тысяч человек. Вся территория была усеяна концентрационными лагерями. Самое страшное, это были в том числе концлагеря для детей. У нас есть документальное подтверждение о вырецком детском концентрационном лагере, задачей которого была обеспечить донорской кровью офицеров вермахта. В этом лагере находились дети, и эти дети были источником выкачивания крови. И даже детей потом, после того, как они теряли сознание, не уничтожали их, просто выбрасывали в соседние канавы, и они там умирали. Финансирование строительства мемориала будет идти из разных источников. В частности, будет объявлен сбор народных пожертвований. А поскольку речь идет о создании многофункционального историко-просветительского центра, планируется обеспечить и транспортную доступность к комплексу. Планируем уже 21 июня, почти 80-ю годовщину падения фашистской Германии на Советский Союз, установить в закладной камень в месте, где через какое-то время появится мемориал. По итогам заседания были определены предполагаемые места создания мемориала в Ленинградской области, а также утвержден план работ. Параллельно с возведением мемориала будет проведена работа по уточнению общего числа потерь среди мирного населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, а также составлена книга памяти. Служба информации Фонда История Отечества.